Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Да, сегодня опять быстрая выпечка. Опять рубрика пирог за 20 минут. Хотя, конечно, лукавлю. Времени уйдет побольше. Минут на 10. Но это все равно быстро. Поэтому... Стоп! Сначала маленькое замечание. Кое-кто начал возмущаться. Вот где я стал повторяться, потому что уже был пирог из магазинного теста, только с другими начинками. Дорогие мои, во-первых, мой канал, мои правила. И первое правило такое. Я показываю вам все, что считаю сам нужным и интересным. Поэтому, во-вторых, по моему глубочайшему убеждению, пирог, в первую очередь, это начинка. И если я встречу что-нибудь интересное на эту тему в интернете или в книгах, посмотрю в гостях, или даже в собственной жены, или мне в голову придет какая-нибудь идея на эту тему, я в обязательном порядке поделюсь этим с вами. Что бы вы по этому поводу не думали, мои уважаемые зрители. А вот что с этим делать вам, решать только вам. Маленькое замечание закончилось. Поехали! Сегодня начинка из сладкого перца. Но сначала я нарежу лук кубиком. Его надо будет слегка обжарить на сковороде до мягкости. Огонь выше среднего. И масло лучше использовать оливковое, extra virgin. Но не перегревать, потому что, во-первых, это вредно. А во-вторых, перегретое масло стремительно теряет львину долю своего аромата. И спрашивается, для чего же тогда использовать дорогущий extra virgin? Ладно. А теперь я займусь главным ингредиентом. Я уже неоднократно показывал наиболее быстрый способ разделки перца. Значит, первый этап. Отрезаем вот эту часть, корневую. Причем, смотрите, режем не так, чтобы не захватить вот этот, сюда не отводим нож. И не подносим слишком близко. Разрез должен пройти так, чтобы разрезать вот эту самую плодоножку. Показываю. Видите, что получилось. То есть, отсюда удаляется. И вот эта часть целиком отсюда быстро выбрасывается. Тап первый. Второй этап. У перца есть плоские стороны и выступающие. Если мы посмотрим на плоскую сторону изнутри, то именно по ней, по центру, проходит вот эта вот мягкая перепонка, которую хорошо бы удалять. Чтобы не тратить время на это удаление, делаем так. Ставим лезвие вдоль плоской стороны. И отрезаем эту боковину так, чтобы лезвие ножа отрезало одновременно нашу перепонку. Перепонка снята. И то же самое проделываем со всеми остальными боковинами. И вот так. Ну, а последнюю, чтобы не болталось. Ну, и для удобства это снимаем в лежачем положении. Опять же, по перепонке. Этот замечательный кусочек мы можем пустить на салат или съесть чуть позже. А вот, все это идет в дело. А перец надо нарезать некрупными брусочками. Для сегодняшней идеально сбалансированной начинки важно брать крупный мясистый сладкий перец. Это важно. И его сейчас тоже отправляю к луку. Он уже в идеальном состоянии. И перемешать. Перец надо слегка обжарить. Он должен стать мягче, но не расползись в хлам. Добивайтесь такой же текстуры, как стир-фрай. То есть, уже не сырой, но еще не полностью готовый. Ну, если можно так сказать, аль денте. То есть, на зубок. Ну, и пока перец доходит до кондиции, самое время разложить готовое слоеное тесто. Обращаю ваше внимание, что в Испании, ну, по крайней мере, в окрестных магазинах, слоеное тесто продают не замороженным, а охлажденным. И оно уже довольно тонко раскатано. Если у вас замороженное, сначала надо разборозить. Если толстое, то еще и раскатать. Обращаю ваше внимание, для сегодняшнего пирога совершенно не обязательно использовать именно слоеное тесто. Подойдет любое, которое готовится в печи за 10-20 минут. Например, вытяжное, ну, как вот в этом ролике. Или песочное. Перец уже в идеальном состоянии. А, красота! Кстати, на этом этапе надо попробовать начинку. Если на ваш вкус она недостаточно яркая, может понадобиться сахар или соль. В наших краях вот такой перец вкусен сам по себе. И мне править начинку на вкус не требуется. Ну, а теперь надо разболтать желток для смазывания и краев, и поверхности. Края смазываю, чтобы лучше склеивались. А поверхность для красоты. А теперь очень важная деталь. Домашний сыр. Домашний не в том смысле, что я его дома сделал. Нет. Дело в том, что он чаще всего продается в магазинах именно под этим наименованием. В России домашний сыр. В Англии, например, коттеч-чиз. Это нечто среднее между сыром и зерненым творогом. И еще момент. Часто бывает, что этот сыр продается с добавлением разных пряных трав. У меня именно такой. Так вот, с травками в такой пироге будет гораздо вкуснее. Выкладываю его равномерно. Почему важен именно такой? Да потому, что у него есть явная такая творожная кислинка во вкусе. И это очень здорово сочетается с перцем. Собственно, все готово. Осталось эту красоту накрыть старым листом теста. И опробовать новый способ украшательства, который я придумал буквально полчаса назад. Сначала надо надрезать верхний лист, чтобы получилось таких 8 ромбов, 8 лепестков. А теперь смазать все желтком. Примерно так. И немного поизвращаться. Вот в таком виде отправлю все в духовку на 15 минут. Она предварительно разогрета до 210-220 градусов. Нагрев верхний и нижний. Никаких режимов конвекции не включаю. Вообще, про этот самый режим конвекции и про использование духовки вообще, я снимал отдельный ролик в рубрике «Skill on Tools». И если пропустили, если вам это интересно, щелкайте и смотрите. Подождем. И вот он результат. Давайте пробовать. Он, конечно, сейчас очень горячий, но уже не терпится. Красота. Пахнет чудесно. Припущенным сладким перцем и легкая кислинка сыра чувствуется. Ну, давайте уже снимем пробу. Мне очень нравится вот это сочетание. Пирог хорош. Допустим, если готовить бульон. Не суп, а бульон. И вот есть этот бульон с таким пирогом. Отлично получится. Да, он, конечно, все-таки готовится подольше. Ну, полчаса займет все это время. Но такой вариант начинки я считаю вполне достойным, чтобы показать вам. Спасибо за компанию и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok